всем привет сегодня я хочу показать и рассказать вам как нарисовать при помощи маркеров такой материал как бархат у меня есть вот такие иллюстрации это вот голубой такой диван есть такого зеленое кресло и рисовать мы будем именно такое зеленое кресло я расскажу вам как можно собрать необходимые вам цвета для того чтобы нарисовать такой материал как маркер лучше всего использовать 4 маркера это минимальное количество цветов для того чтобы у вас получились более плавные более гладкие переходы между цветами можно использовать больше цветов но лучше я думаю не следует потому что тогда фактура может не не совсем получится и так подбираем сначала самый светлый тон нужного нам цвета у меня это j114 затем самый темный тон у меня это бы 20 так такие вот зеленовато-голубые цвета и два цвета между ними таким образом чтобы у нас получилась плавная равномерная растяжка были плавные переходы между цветами у меня это j133 но я его заменю в этом скетче возьму j132 и j114 так я уже заранее сделала линейный рисунок и сейчас я начну рисовать беру самый светлый маркер это j114 и прокрываю те участки где у нас где у нас будут блики немножко подвинуем так на подушках на подлокотнике таким образом только там у тебя будут блики затем я беру второй цвет у меня это j132 он ярче чем j133 поэтому кресло у меня получится немного другого цвета сюжетом и должно получиться так и попробую сразу здесь сделать более плавный переход я беру самый светлый маркер который у меня есть можно взять блендер и немножечко вот здесь вот границу размою и объединил вот так примерно вот так дальше я возьму сразу третий цвет у меня это j122 немного там Я буду периодически возвращаться к одному или другому цвету, потому что нужно делать сразу плавные границы и переходы. Пока я рисую только тремя цветами, я еще не выводила самый темный маркер, который у меня будет для тени. И мы воспользуемся в самый последний момент, чтобы уже окончательно выявить самые темные места. Просто сейчас можно все испортить. Пока затемняем все этими тремя маркерами. Так, могу найти нужный маркер. Так, и вот я возьму самый темный сейчас, чтобы мне было яснее, где нужно что-то подправить. Вот. Выявляю самые-самые темные места, которые у нас будут в этом кресле. Теперь беру третий цвет. Теперь беру третий цвет. Rainbow Woodard. Один. Теперь беру третий цвет. Прямо. Выявляю rookieyo-друга. У бархата такая неоднородная поверхность, поэтому можно рисовать вот такими вот прерывистыми штрихами. Чтобы как раз таки показать, там нету такой гладкой поверхности. Беру самый темный цвет, положу здесь вот на подушку вот такими вот штрихами и размою его третьим цветом. Чтобы сделать более плавный переход, также на нижней подушке немножечко вот эту вот размою границу. Теперь опять беру самый темный цвет. Я еще затемню подлокотник. Добавлю вот здесь вот таких немного складочек. Главное здесь не перебольшить, чтобы не было сильно темно. Добавлю. 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 ну и в принципе у нас кресло почти готово сейчас добавлю еще немного тени там где это необходимо здесь вот немножко чтобы подчеркнуть объем добавлены потокотники здесь добавим тень под подлокотником и размоем его третьим цветом так немножечко еще самого темного добавим здесь так я все думаю что я наверно всю эту вот поверхность боковую прокрою темным цветом чтобы более создать разницу между светом и тенью еще здесь можно добавить какие-то такие штрихи темные ну вот в принципе кресло готово ножки я просто на всю линером вот так у нас получилось кресло и 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 Продолжение следует...